Так, слушаю, говорите. Вопрос, Игнатий Тихонович. Веду после утренней молитвы занятие по священному писанию, по посланию апостола Петра. Мы сегодня такой отрывок проходили, 1 Петра, 2, 13 по 15, где апостол Петр говорит, итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Царю ли, как к верховной власти, правителям ли. И я сказал, что мы должны быть законопослушны и ходить на выборы. А мне потом братья сказали, что Игнатий Тихонович велит на выборы не ходить. Хотел спросить, Игнатий Тихонович, если я хожу на выборы и голосую, это грех или нет? Да не грех, просто болваном все. Болван, чурка с глазами. Там все заранее, все распределено. Они не будут выполнять то, что есть. Там чуть не половина бывших уголовников. Зачем выбирать-то? Кого выбирать-то? Они уже выбраны давно, идти незачем. А власть не понуждает. Это свободный выбор. Я могу пойти, могу не пойти. Даже в советское время я никогда не ходил. Кого выбирать-то? Между кем? Ты с ними жил. Верующих там нету. Но выбрал на свою голову. А они теперь там такие законы пропускают. Тысячи трупов вокруг. А выбирал ты, из тебя и спрос будет. Ты же его поставил во главе. Ни под каким видом не ходить. Это насмешка над людьми. Что они проведут закон такой, чтобы в школах преподавали слово Божие? Нет. Что прекратились аборты? Каждый день 20 тысяч убивают? Нет. Это скопище злодеев. И зачем я пойду туда? Никогда. И с ними даже разговаривать не о чем. Я сколько близко знаком с депутатами говорил. Они первый год еще там, говорят, с ним, как говорят, говорят. А если нужно где-то лоббировать какой-то интерес, они, пожалуйста. Вчера счетчик новый купили, а они провели там, который выпускают. Сделайте, что они негодные. Негодные? Они проголосовали, я теперь иду. А эти они деньги, деньги пополам. Да зачем же его выбирать-то, когда он неверующий? Вообще он не нужен. Депутаты нужны только для того, чтобы любое решение правительства проголосовать. Больше ничего нету здесь. Они не нужны. Каждый день работает человек тут в деревне, там, смотри, какие трудности. За бесценных зерно скупают. Никакой помощи ему нету, человеку. В Казахстане помогают, а здесь нет. Называется интервенция против сельского хозяйства. Покорные властям. Какой власть, говорит? Речь платить налоги, дальше жить правильно. Для того, чтобы правильно живущего награждать, а злодеев пресекать. А он ходит, ему ничего не делается, потому что они его не берут. Уже доказано тысячекратно все. Ни под каким видом. Так что к этому стиху голосование совершенно не относится. Вот они проголосовали так. Ну и проголосовали. Что менять будут конституцию. Зачем? Зачем менять? А вот ее сменили, а теперь в любое время делают то, что им угодно. Я никогда не советую ходить туда. Помолись, и Господь откроет, что это не мои слова. Чтобы видно было, как я его изберу, когда он неверующий. И я теперь, он принимает новый закон. А закон, вот он рядом, вот-вот запретят всякую веру. Всякие книги. Оно рядом уже стоит, совсем рядом. А мы его избрали, а я его не избирал. Я говорю, Господи, сохрани от покушения их. Откроем истину, чтобы они уверовали в Тебя. Я слышал только про одного депутата, который выполнял волю Божию. Это в Томске был, он на коляске ездил. Инвалид. А такого, который не покоряется. Вот мы решили это сделать, проголосуем так. Живо убирают оттуда. А если не покоряется? Не покоряется. Машина нечаянно наедет на него. Там такая борьба идет, там лоббируют, такие интересы высказать нельзя. Проголосовали, теперь можно по заграницам ездить. Они не нужны. Я к нему не могу нигде обратиться. У меня сколько было нападок, где пошел к депутатам сказать несправедливо. Нет ничего. Нету. Его нету. Зашли, сидит там как секретарь. Но его нету. А когда он будет? Ну, будет там через месяц только. Пришел туда в указанное время, никого нету. Ну, показать, что несправедливо, несправедливо, чтобы они вникли в это дело, которое стоит перед нами. Так что тут даже и разговаривать-то нечем. Не то, что я не иду, да никому не надо идти. Вот показывают демократическая партия, называется там, ну и еще какая-то партия в Америке. И вот синий и красный цвета разгораются. Но это все заранее было, говорит, известно. А Рейган отошел, когда избирает, значит, мы президентом, говорит, будет такой-то, Клинтон. А еще ни выборы не кончились, ничего нет. Они уже объявляют. А Роня, его зовут Роня, и стоит опрещаленный, и кто всем этим базаром-то руководит, масоны, подходит и говорит, Роня, по плечу похлопал, не переживай, следующий будешь ты. Следующий, через четыре года тебя изберем. А они избирают, а эти болвашки-то идут. И еще с ними не сделаешь. Какие митинги перехватали в Америке, я про Америку говорю. Надо понимать, что и в других государствах не лучше, и во Франции. Который во Франции, он такой, который прям больше всех боговостов набрал, но не масон. Не масоны, его сразу выкинули, и все. И разговаривать не будут. А масоны приготовлют там престол Антихриста, и фактически ты на стороне Антихриста уже стоишь. А так я молюсь, Господи, вразуми власти, откроем истину, чтобы уверовали в тебя, имели страх твой. Так они должны это иметь до избрания. Там кто будет, когда у него депутаты? Сколько получают? Вот показывает наш край, один из самых плохо оплачиваемых. Вот Сургут, простой же рабочий, в три раза больше получает. Это я... Вчера мне только показали, в интернете там выбрано где. И ничего нельзя сделать. Делай, пожалуйста, бесплатно. Я начальник детского лагеря. 45 лет директор его. Ни одного заболевания, ни одного погибшего, сгоревшего, утонувшего. Без помощи государства, тысячи детей, 45 лет я директор. Помогли хоть копейкой, нет. День и ночь они меня гнобили. В один год только три уголовных дела против меня завели. Я приехал, когда подал на них в суд и все, выиграл. А зачем я тогда пойду? Мы совершенно чужие, небо и земля. А который к нам расположен, они их сразу зажимают. Предупредили, еще одно ваше общение с Лепкиным, вылетите отсюда. Все. Так что они могут это все сделать. Тебе, говорит, предложили. Ты не принял. Теперь домой идите через площадь. Через площадь не пойдешь. Он, как не пойду? Не пойдешь. Это я говорю, что считал. Ну и сразу машина вылетает, сразу задавила его, студента. Тебя избрали. Ты должен подтвердить, что ты будешь с нами. Он говорит, я ни с кем не буду. Ни с кем, значит, не будешь. Все. Когда избирают, то их заранее предупреждают, что ты готов убивать и умирать. Я 14 лет этой теме отдал. Выпускал. А то у меня в обвинении стоит, но они никак не расшевелили. М1, М5. Тут все на виду. А мне, например, не надо никого. Вот он пошел, ну, отправляет там, кто там Попов был или кто там еще был, Лужков, мэр Москвы. Отправляют на пенсию. Батурина, его жена, самая богатая жена в Российской Федерации, миллиардерша. А ему пенсию назначают 250 тысяч. 250 тысяч пенсионеру. И когда его сказали, что не вызывает доверия, потеря доверия, а в то время был Медведев президентом. Что означает потеря доверия? Не поделился с кем-то, но его сразу убрали. Такое, подарки, которые у него были, кажется, три дня выносил оттуда. Комната другая под завязку завязанная. Ну и все. Моя мама работает в колхозе. Десять детей. Десять. Через дорогу живет ее мать, у которой три сына погибли на фронте. Мои дяди. Отец у меня безрукий инвалид. Десять детей, повторяю, десять детей. Но заболела самая предпоследняя девочка Татьяна. И она на работу не могла выйти. Врача нету в деревне. Она не выходила там сколько? Полтора месяца. У ней девятнадцать лет стажу пропало. Они закон сделали. Как только из колхозов совхоз переименовали, первые два месяца должна работать. А она никак и не могла работать, бросить. Все. Ей пенсии вообще нету. Но она уже в шестьдесят, наверное, с лишним лет пошла там уборщиться работать в школе. Какая это власть? Это звери. Вы знаете, что она работала? Как они работают? Корову одну подой. Это двенадцать коров. Три раза в день. Руками. Руками. Потом телятнице, сколько она лет работала. И первые месяцы, а которая там любовница была, которую назначали, она никогда не работала. Ей хорошая пенсия. Это власть. Апостол Павел говорит, что добрых она награждает. А тех... Тут наоборот все. Это антивласть. Антивласть. Сколько было расстрелянных, сколько убитых. Сельского хозяйственного труженика никогда. Ни Мамай, ни Чингисхан, ни Аларих. Никто не трогал. Ни Наполеон, ни Гитлер. Никто. Только советские. Самых лучших крестьян. Двенадцать миллионов стянули. И забросили, где они все помирали, штабелями клали. Нечем построить. К зиме дело. Раскулачивание. Кулак. Какой же он кулак, когда у него все есть. Вот Твардовский все это описал Александр Рифонович. Зарю с зарей смыкал мужик. И куда? Кулак один, говорит, зажать ложку не может удержать. Его туда сослали. Его тоже родители были раскулащены. Струженик сельского хозяйства. Эти, которые остались, вот считай, поднятая целина Шолохова, Михаила Александровича. Там ничего и нету. Лодыри. А которые хорошие, они выгребли это все. Я испытал это. Испытал не по книжкам. Я сейчас урок думаю проводить. Или проповедь в субботу буду говорить. Как приготовиться к аресту. Как себя вести? Как ты входишь в камеру? У меня опыт. Я хочу его передать другим. Вот так. Так что, те, которые меня сажали, главное, все, и следователь, и прокурор, и все померли. Никого нет, а я живу. Это вообще удивительно. У нас на район был один только герой социалистического труда, Чибис, Афанасий Филиппович. А отец пастух. И он привез в другую деревню, там овечек 10. А потом забирает. За каждый месяц платить. А отец без руки, с одной рукой. Вторая под плечо, под Смоленском, в 41-м. Ну и он говорит, ну жена рассчитается, Марья. А Марья говорит, Афаня рассчитается. И так и не заплатили. А потом он спорил с директором совхоза и повесился. Повесился через сидельник. Есть такая тонкая, ременная, как веревка, которая оглобли давит на седло. А отец только и сказал, может на мои деньги-то и повесился. Шнур купил себе. Инвалиду, у которого все. И он работает. И договорились, за сколько ни копейки не отдал. Он герой. Чем выше, тем дурнее. Вот на нас тут напали. Они решение принято восстановить потеряевку. Как бы не восстанавливали, у нас бы там не было распахано. Не было распахано. Ветки не ненесло бы семя березы. А мы пруды надо восстанавливать. Принято решение на краевом уровне. Краевой. А они забыли про нас. Дороги все делаем сами. И за эти же березки меня оштрафовали. Да мало того, уголовное дело завели. Да какая же это власть? Да там не было ничего. У них ни на карте, нигде нету. Нету. С этой стороны ветер оттуда дует. И прямо где мы... Ну, спахано было. А там не посадили. И получилось в участок. Там метров, может быть, 30 шириной. И так метров 150. Все. А они такой густотой, как морковка. Ну и падают, падают, падают. И которые там можно было. Мы спилили. Спилили. И шпал сделали. Сваи. Чтобы задержать воду. Нам же и коров надо поить. И рыбу развести. Мы делаем государственное дело принято. Они не делают. Бросили нас. И они же меня задавили. И ничего никому не докажешь. Я им документы показывать. Даже не разговаривают. Это сегодняшнее. Ну, два года назад они меня оштрафовали. Вот так. А мне не давали работать. Я прораб. А мне не давали работать. Только я имел право работать во вневедомственной охране того района, где живу. При милиции. Отдел милиции. И поэтому пенсии у меня, у бомжа, наверное, больше. Но я работал. У меня 35 лет стажу полной. А я прораб. Меня же советская власть задушила. И она же мне пенсию не дает. Самая минимальная. Вот Володя за нами ухаживает. Мы двое даже. Пенсионеры здесь. За месяц. Тысячу 300 рублей. Он горшки ночнее выносит. Он все ощущает территорию. Все делает сам. И заносит. И стряпает хлеб. И варит. И я варю так. И тысячу 300 за месяц. Это сегодня. Да и то кое-как выбили. Это вор на воре. Гора на горе. Как писал об этом. Расул Гамзатов. И идти голосовать. От них не знаешь куда деться. Но тысячу-то 300 за месяц. Это же чаевые больше. Вот так, дорогой Антоний. Да, понял, Игнатий Тихонович. Никогда. Ни шагу нельзя делать. В советское это время. Они следили за этим. А теперь, когда совершенная свобода. Там вообще спрашивать не с кого. Я с ними беседовал. Не с одним. Я знаю их. Очень хорошо. Я знал, что-то не с рядовыми. Первый секретарь. Мамонтского райкома партии. Я его хорошо знал. Приезжал по Теряевку. Когда начинали строить. Ну, просто хорошее. Ты я возьми, да, и скажи. Говорю, такого я знаю коммуниста. Это бы о нем говорить. Я говорю, да. Да конкурс сидит уже. Как сидит? Ну, а сыну у него Юрия и он. Деньги, которые отпускали. А его в кровавом масштабе выбрали по сельскому хозяйству. Они их присвоили. Юра третий год сидит. А теперь и он туда. Я так и ахнул. Как так? Он же коммунист. Он у него все есть. Но до денег только дошел. И теперь вот все. Но жизни-то никакой нет у них. А у меня веселая, радостная жизнь. Я благодарю Бога. Во мне нуждаются. А им никто не нуждается. Да. Ну, все, Игнатий Тихович. Помоги Господи. Аллилуйя. Скажу завтра братьям, чтобы посмотрели его. Какие будут непонятные вопросы, заходите. Я ни одному человеку не угождаю. Никогда. Поэтому мои труды, если сказать, они ценные. Вот сейчас уже переизданная к истинному православию, она была 480 страниц, а сейчас 880. И уже погрузили в поезд и говорят, уже идет. Может, неделю она будет добираться. Но это еще не все. Дальше мы еще для слова Божия нет уст. Намечено было. Корректура идет. И посоветовали издать проповеди отдельно. Название будет «Проповеди во свете Святой Библии». А проповеди в стихах вышли. Вы их видели, нет? Да, да, да. Вы сказали, что вышлите мне, Игнатий Тихонович. Да, но надо это... Напомните потом. Как вот будут, придет, писем о православии, то туда и приложим. Да, да, да. Хорошо. Чтобы было как. Вот видишь как. Так, а так бы я уже и... Я уткнулся тут, занимаясь этим. Вот представьте, у нас для слова Божия это... Трех том, никто у вас есть? Да. Вот. Это каждый том 752 страницы. 752. А здесь проповедь в стихах по 882. А это сейчас, если проповеди будет 5 томов, 3, 4, 5. Но только каждый том будет примерно 1300 страниц. А что-то Игнатий Тихонович хотел спросить, а зачем такие толстые делаете? Как? Это ничего. Вот она, Библия, 1400 страниц. Зачем вы такую выпустили? 1450 страниц. Ничего. Нормально. А у нас это немножко потешевлее будет. Потому что там проповедь и занятия какие есть. Я часто корректурой занимаюсь. Везде отвлекаюсь, не очень бы идет. Ну, примерно вот так. Так что, знаете, о чем молиться? А уж если выйдет. А у нас тираж-то маленький. Вот это для Кисненного Православия тут 5000. А проповедь в стихах 500. В 10 раз меньше. Но оно в 4. Так что, напомните обязательно. Не позже, чем через... Ну, через неделю как-нибудь. Потому что заказываю то-другое. Вы мне обязательно там автограф поставьте. Тут своих дел сколько-то. Я ничего. И пишу. У меня тут сколько уже найдено проповедей. После 2010 года. Я же не издавал. 13 лет-то. И теперь надо найти проповеди, которые за это время я говорил. И перевести их в Word. И уже человек 12 нашлось. А которые взяли по одному. Я должен ролики этого найти. Подготовить. Послать. А теперь ждать. И отредактировать его. Это вообще... Все, Игнатий Тихонович. По ноге Господи. Слава Христу. Все, да? Олегу. Отхожу. С Богом. Так, обязательно пишите. Брякни звонок здесь. Ну, там неделю-полторы. Пока не отправим. Как только сказали отправить. Не я отправляю. Это сестра Елена. Так, все решено. Все, закрываюсь. Так, все решено. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok